Переменчивая погода не дает расслабиться коммунальным службам. С начала недели управляющие компании усиленно устраняют во дворах последствия зимних осадков. Большинство домов в нашем городе обслуживает МУП «Центр ЖКХ». Когда выпадает снег, во-первых, проходит за один раз трактор, чтобы был проезд. Во-вторых, очищаем первоочередные дорожки транзитные, по которым люди могут проходить. И подходы к подъездам. Специалисты занимаются расчисткой придомовых территорий с 7 утра, чтобы к тому моменту, когда жильцы пойдут на работу, коммунальщики успели убрать снежные завалы и посыпать наледи песком. По словам ведущего инженера по благоустройству МУП «Центр ЖКХ», снегоуборочной техники хватит, чтобы справиться с капризами природы. В «Центр ЖКХ» более 25 единиц техники, плюс при форс-мажорных обстоятельствах мы привлекаем сторонние организации технику. То есть это и частники бывают у нас и для вывоза снега, и для чистки территории. Осложняют работу коммунальщиков неправильно припаркованные автомобили. Жильцы оставляют свои машины у подъездов, что затрудняет, а иногда делает невозможную механизированную уборку снежных масс. Расчисткой проезжей части и общественных территорий занимается дорожно-эксплуатационное предприятие, в распоряжении которого более 50 единиц техники. Насколько управляющие компании и городские службы справляются со своими задачами, мы узнали у саровчан. Когда выхожу из дома ближе к 10, уже все посыпят, особенно внутри двора. Иногда вообще пройти невозможно. Думаешь, упадешь, вот-вот, видите, упало. Уже чищают хорошо, но не всегда посыпано. Есть проблемы с наледи, да? Скользко, да, скользко. Все равно чистят, конечно. Чистят. Я могу пройти, видите, я с плюшкой прохожу. Сотрудники Департамента городского хозяйства напоминают местным жителям, что парковка на улицах во время работ по уборке снега запрещена. Водителей, которые нарушат это правило, будут привлекать к административной ответственности. Посмотреть график уборки придомовых территорий и улиц можно на сайте городской администрации. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.